Русский Дом Сергеевна Очинникова будет озвучивать по ходу встречи. Просим также указывать географию стран и городов, откуда вы нас смотрите. Сегодня мы имеем честь поздравить героя Российской Федерации, члена отряда космонавтов, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, большого друга Русского Дома Адрия Ивановича Борисенко с прошедшим 60-летним юбилеем. И от всей души благодарим за его неоценимый вклад в продвижение российской космической отрасли. Своей деятельностью Андрей Иванович заложил прочные основы для будущих поколений исследователей, профессиональные и личные качества героя России, пример для подражания и источник вдохновения. В рамках недели российской науки и космоса в НАНСИ при содействии шестого руководителя Русского Дома Константина Михайловича Болкова и наших коллег в 2019 году более 9 тысяч счастливых посетителей получили из первых уст от Андрея Ивановича ответы на вопросы об отечественных завоеваниях в космосе, о совместной работе на МКС с космонавтами из других стран, увидели собственными глазами тренажёры, космическое питание, подаренный французами Юрию Алексеевичу Гагарину гоночный автомобиль и многое другое. Если не ошибаюсь, первый полёт Андрея Ивановича на МКС проходил на борту корабля «Союз ТМА-21», названного «Гагарин» в честь полувекового юбилея первого полёта человека в космос. Экипаж состоял из Андрея Борисенко, Александра Самокутяева и Рональда Гарана. Стыковка космического корабля с Международной космической станцией МКС произошла в автоматическом режиме 7 апреля 2011 года в 3 часа 18 минут по восковскому времени. Андрей Борисенко стал 200-м космонавтом, посетившим МКС с 1999 года. Второй полёт начался на корабле «Союз МС-02» 19 октября 2016 года и стартовал в 11 часов 5 минут по Москве с площадки номер 31 космодрома Байконур. В качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-02» позывной «Фавор» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-49 на 50 основных космических экспедиций. Командир экипажа «Союз МС-02» космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, а второй бортинженер экипажа астронавт НАСА Роберт Кимров. С огромным удовольствием и нетерпением передаю слово лётчику-космонавту Андрею Ивановичу Борисенко. Спасибо, Светлана Викторовна. Здравствуйте, Светлана Викторовна, здравствуйте, Ася Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, все, кто присоединился сегодня к нашей встрече. Спасибо большое за такую небольшую профессиональную справочку обо мне. Мне самому было очень интересно её послушать. И, честно говоря, за очень короткий промежуток времени, за 2-3 минуты, которые вы про меня рассказывали, у меня вся профессиональная жизнь промелькнула передо мной. Очень-очень приятно. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, в начале нашей встречи я с огромным удовольствием хочу предоставить вашему вниманию небольшой видеоролик, который, в принципе, почти повторяет информацию, которую Светлана Викторовна сейчас озвучила. Но, тем не менее, я думаю, что есть прекрасная русская пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому я думаю, что вам этот ролик понравится. Ну а потом я возьму небольшую паузу, скажу несколько слов, и мы посмотрим ещё один интересный ролик. Поехали! КОНЕЦ 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 Если я хотел стать космонавтом, тем, кем я в итоге стал. Спасибо за показ ролика. Ну, теперь вы про меня практически все знаете. Если что-то еще захотите спросить, то вы зададите мне этот вопрос в чате. Итак, дорогие друзья, следующим шагом я хотел бы, для того, чтобы погрузить вас в атмосферу космического полета, показать вам еще один видеоролик, который смонтирован по результатам моей первой экспедиции в 2011 году. Не удивляйтесь, что этот ролик изготовлен очень давно, больше 10 лет тому назад. Тем не менее, на сегодняшний момент он, наверное, является одним из самых удачных роликов, которые достаточно быстро, но тем не менее, показывают реперные точки космического полета. То есть, как это выглядит, что мы там делаем, как выглядит Земля в иллюминаторе и так далее. Конечно, это, наверное, процентов 5 тех событий, которые свершаются наверху, он охватывает. Но тем не менее, он дает какое-то представление все-таки о космическом полете. Ну, давайте, опять же, я не буду очень долго говорить, вспомним опять эту русскую пословицу. Лучше один раз ее, чем сто раз услышать. И запустим этот ролик, я местами буду его комментировать. Поехали! Монтажный испытательный корпус там же на Байконуре, где проходит окончательный проверку и сборку все пилотируемые корабли и обитальные станции российских операций. Гагаринская пусковая площадка и наша ракета-носитель примерно за 3 часа до 10. Наш экипаж в скафандрах «Сокол» идет к нашей ракете-носителе и сейчас вы видите одну из космических традиций. Называется «предать ускорение». Но не всегда успеваем предупредить об этом наших зарубежных коллег по экипажу. Они очень удивляются, что это было. Но пока вроде бы ни разу никто не обиделся. Кстати, первым исполнителем этой традиции был лично Сергей Павлович Королев, а испытал ее на себе как раз веру в Соколев. Гагаринская пусковая площадка и «Сокол» Поехали! От момента отрыва ракеты-носителя от стартового стола до выхода в космос пробора первой космической скорости проходит примерно 527 секунд. То есть 9 минут требуется для того, чтобы мы бы вышли на сбитый вокруг Земли. Я думаю, девушки, мы всегда скилаем утренными пляжами за это время, но мы скилаем улететь в космос. Почти вот так выглядит сегодня Международная космическая станция. Это, конечно, графика компьютерная, но она очень близка к реальности. Привет, земляне! Вас приветствует экипаж 28-й экспедиции на МКС в составе командира экипажа Андрея Борисенко и бортинженера Александра Самокутяева. Вот это центральный пост. Это главный пост. Это самое важное место на станции. Отсюда ведется связь, отсюда ведется вся работа и наблюдение за земной поверхностью. Вот эта часть, это бытовая часть служебного модуля. Знаете, как в обычной московской малогабаритной квартире. Как в кухне. Здесь у нас все. Здесь у нас и обеденная зона, где мы кушаем, подогреваем пищу. Вот каюты, где мы отдыхаем. У каждого члена экипажа есть вот такая небольшая своя комнатка. Здесь у нас и тренажеры различные, которые вы здесь видите. А вот интересный тренажер. Это космический велосипед. Вот так он распадывается. Спинка. Сюда садится космонавт. Вот педали. Сидит, крутит, любуется пейзажем. Посмотрите, как внизу красиво. Ни у кого в мире нет такого велосипеда с таким чудесным видом. Многие большие объекты, которые созданы человеческими руками, мы не можем видеть из космоса просто так, своими глазами. Но у нас есть хорошая техника, которая нам позволяет это посмотреть и даже сфотографировать. Есть причал. По данным курсу дальность 100 метров, длительное скорое движение 65 метров в секунду. Т-минус 10, 9, 8, 7, 6, 5, All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff, the final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Командир, вперед! Командир, вперед! Командир, пошел! Командир, пошел! В сентябре 2020 года наши зарубежные коллеги ввели в строй свой новый космический корабль Dragon Crew, компания SpaceX, и теперь он является основным средством доставки астронавтов на борт Международной космической станции. Но у нас есть договоренность о так называемых перекрестных полетах, в рамках которой в состав экипажа Dragon Crew входит один из российских членов экипажа, а один из наших зарубежных коллег продолжает ходить в состав экипажа корабля «Союз». Вот мы сейчас находимся в СУ-1. Это такой небольшой модуль, совсем маленький, но очень важный. Помимо того, что к ним успекуются наши корабли российские, которые привозят нам и грузы, на которых прилетают наши товарищи. Здесь еще стоят, видите, скафандры. Скафандры для выхода в открытый космос. Не зря. Специально так придумано, сделано. Вот люк один, и здесь вот еще есть люк второй. И вот эти люки, они открываются, и мы через них выходим. Почему, может быть, я так подробно рассказываю, потому что буквально неделю назад я выполнил свой первый выход в открытый космос вот в этом скафандре. И он меня не подвел. Вот на вот этом конечном этапе стыковки корабль летит на самом деле гораздо медленнее, чем здесь. Его скорость не более 15 сантиметров в секунду. Здесь ускорено воспроизведение съемки, поэтому кажется, что он так стремительно летит. На самом деле он, как кот подкрадывается от мушки. Вот так же, так же. Тихо, тихо. А вот чтобы так красиво пробежать на камеру, Саша тренировался при чатах. На самом деле, в условиях невесомости бегать, конечно, невозможно, а летать очень приятно и удобно. Работая в космосе, необходимо постоянно заботиться о своей физической форме, потому что невесомость, космос, среда чуждая нам, мы не привыкли здесь работать. Для этого на нашем орбитальном комплексе существует аэр спортивных тренажеров. Вот наш коллега Андрей Борисенко сейчас занимается на беговой дорожке по специальной программе. Давай посмотрим на нашу космическую пшеницу. Сейчас мне предстоит очень интересный эксперимент сейнер. Он не только интересный, но и важный. Важный для всего нашего хозяйства для всей нашей страны. С помощью этого эксперимента мы попробуем определить, в каких районах мирового океана сейчас скапливается рыба. Тут как хорошо рыба, конечно, в космосе не видна. Это подводные стенки, которые вмонтированы в фильме. Мы на станции даже умеем немного отдыхать. У нас вот есть здесь некоторые музыкальные инструменты. Самая настоящая гитара. Смотрите. И в космосе она звучит, собственно. Как в дворе на лавочке. Теперь пока не будем, а может, споем попозже. Скучай. Земля в иллюминаторе, да? Ха-ха-ха. Смотрите. Наше пребывание на орбите в течение полугода. Вся наша работа в открытом космосе. Наше общение друг с другом это фактически пусть короткая, но репетиция марсианского полета. При современном уровне развития космической техники для того, чтобы достичь орбиты Марса космонавтам понадобится около 250-260 дней. Вы помните, что советский космонавт-врач Валерий Поляков пробыл в космосе полтора года в одном полете без перерыва. Это тоже была проверка возможностей полета человека на Марс. И после нашего возвращения и я, и Александр составим подробнейшие отчеты о нашей экспедиции, обо всех наших ощущениях. во время нашего полугодового полета. И эти отчеты, мы надеемся, это тоже внесет свой вклад в будущие межпланетные полеты, полеты к Марсу. Но возможно, что уже в ближайшем, в самом ближайшем будущем появится возможность добраться до Марса гораздо быстрее. Российские ученые уже разрабатывают новый космический корабль и не за горами то время, когда мы сможем долететь до Марса гораздо быстрее. Ну что, Саш, полетели? Полетели. К Марсу. К Марсу. Ну, до Марса мы, к сожалению, когда не добрались. Поэтому сейчас вы видите не красно-марсианский грунт, а землю, Казахстан, степь. Место примерно в двух километрах от точки посадки нашего спускаемого аппарата. вот так выглядит наша мягкая посадка. первые слова экипажа на борту порядок самочувствие хорошее. все-таки и как по-мастерски у запах земли именно трудно чем-то сравнить этот запах но первое что ударил даже даже после того когда открыли дыхательную вентиляцию заслонки не было ничего такого как бы я может быть не ощутил а вот после того когда скрыли волна прямо мощнейшая волна вот такого палитры как какого-то вкусового качества я думаю чем же пахнет интересным вроде когда вышли посмотреть как степь сотни раз так вы видели бывали но запах запах стоял постоянно спасибо ну вот теперь вы видите что такое космические полеты сегодня по крайней мере какие-то точки вы увидели видеофильмы так что теперь я готов перейти к вашим вопросам спасибо огромное спасибо за видео которые подготовили наших зрителей и российских и французских вопросы начали поступать я вам признаюсь честно задолго до сегодняшнего дня как только мы объявили о встрече мы уже получили ряд вопросов из разных стран на разных языках от зрителей разных возрастов кто-то желает пообщаться с вами лично задать свой вопрос самостоятельно надеюсь мы дадим такую возможность ребятам я хотела бы начать с того что 17 апреля вас также с юбилеем поздравил руководитель нашего агентства россотрудничества евгений санч примаков поблагодарил за неоценимую поддержку всем проектом россотрудничества популяризации российской космонавтики отдельно евгений санч отметил что именно вы были в числе тех кто продвигал космическую дипломатию создавал на борту мкс прообраз идеального мира будущего без границ и войн мы все присоединяемся к этому поздравлению желаем вам успех первую очередь здоровья и успехов в на вашем поприще непростом независимо от того находитесь в космосе или на земле вы делаете потрясающую работу необходимую для всех нас я бы хотела спасибо вам огромное я бы хотела вернуться к вашему предыдущему визиту во францию когда мы все имели удовольствие с вами общаться пять лет назад тогда главным событием выставки в нанси стал именно ваш визит вы только вернулись космической орбиты на которой работали в одном экипаже с французским космонавтом там а песке в дни выставки на встречу с вами записались десятки местных школ и более тысячи посетителей увидели выставку безусловно заинтересованы как и сегодня зрители самого младшего возраста и в посетители юные которые стремятся задать самые порой неожиданные вопросы тогда в торжественном открытии дней российского космоса вместе с вами приняли участие мать ее кляйн председателя департаментского совета мертвыми за мэр города тили они сильвестриски мы поддерживаем прекрасные отношения продолжаем и надеемся что один из исторических проектов состоится в этом городе уже в этом году наш генеральный консул россии в страсбурге многие другие официальные представители и еще раз хочу выразить признательность тем с кем мы продолжаем сотрудничать французским ассоциациям мишель армаспашеру жезли андальмана и ларисе гейме отдельное спасибо вчера имела удовольствие наблюдать ее воспитанников на международном фестивале театральном русских школ это прекрасно что сотрудничество на всех уровнях продолжается и я думаю можем приступить к вопросам давайте начнем с вопросов которые поступили в чат самый первый вопрос от французского зрителя которую зовут там госпожа так сейчас да пролет попова ее вопрос я переведу сразу на французском задан да вы ваш первый полет вы отправились ночью именно в два часа ночи скажите пожалуйста если какая-то специальная причина по которой это было именно ночной вылет или или какое-то другое объяснение спасибо на самом деле время старта как и время спуска определяется баллистикой космической баллистикой который указывает в какое время нужно стартовать для того чтобы именно в эту дату достичь по оптимальной траектории международной космической станции поэтому это все считают наши баллистики собственно говоря мы и подчиняемся и поэтому старты бывают дневные бывают утренние бывают ночные очень в зависимости того как какое положение взаимное положение будет точки старта корабля и станции в тот или иной момент времени в тот или иной день спасибо огромное вопрос еще один французский от пьера из города парижа чем вам особенно запомнился первый ваш полет в космос знаете первые и второе полеты вообще на каждый полет космонавта запоминает очень хорошо и вот лично мне очень сложно сказать чем именно первый полет отличался от второго ну наверное только тем что я впервые увидел землю из иллюминатора действительно зрелище совершенно фантастическое и и она вот впервые в жизни возникает и наверное это конечно можно сказать что это была особая точка первого полета второе это ощущение настоящей невесомости потому что конечно несмотря на все те средства для того чтобы познакомить будущих космонавтов с настоящей невесомостью существует на земле это и бассейн гидроневесомости летающая лаборатории л-76 и так далее но на самом деле это не полностью не не передает то настоящее ощущение невесомости который возникает когда ты выходишь на орбиту это можно испытать на сегодняшний момент только в космосе на земле никак в полном объеме это промоделировать нельзя это конечно тоже та вещь которая которая запомнилась именно с первого полета спасибо огромное очень интересно у нас есть отдельно вопросы научного характера отдельно детские я наверное не буду их комбинировать и пока пойду в том порядке в котором они поступают и отдельно мы чуть позже подключим детей которые бы хотели с вами пообщаться лично сейчас вопрос от нашего партнера очень близкого друга русского дома рене барки которого мы надеемся в ближайшее время у нас увидеть сейчас рене барки как я поняла находится в центре паэль и я вам читаю вопрос рене уважаемый андрей иванович 2011 году вы вместе с американским коллегой прилетели на мкс сегодня также на борту есть космонавты разных национальностей вопрос повлияют ли земные политико-стратегические события на сожительство с коллегами из этих стран и на каком языке вы общаетесь я сразу хочу сказать что рене француз потрясающе говорящий по-русски совсем недавно получившие российское гражданство с чем мы его поздравляем и отдельно за уровень русского языка и спасибо что вы на нем продолжаете писать посиборенэ ну что ж начнем с самого простого ответа это на каком языке мы разговариваем на международной космической станции на английском языке значит он является официальным языком общения на международной космической станции согласно документам которые подписывались когда заключалось соглашение создание международной космической станции. Но сразу же хочу сказать, что на самом деле как обычно, когда подписываются документы, не все учитывается. И поэтому реалии жизни на борту МКС внесли свои коррективы. А именно, мы общаемся на станции в режиме рунглиш. Это означает, что мы говорим с нашими зарубежными коллегами по-английски, а они с нами говорят по-русски. Почему так произошло? Потому что, как показала опять же практика, особенно в случае дефицита времени, в случае развития какой-то нештатной ситуации, наиболее полно, быстро и правильно донести свою мысль до человека, который говорит на другом языке, нужно именно на его родном языке. То есть, поэтому мы говорим с ними по-английски, а не с нами по-русски. Это сразу же облегчает понимание, когда не носитель языка либо с акцентом говорит, либо строит неправильное предложение, времена не согласуют и так далее. Носитель языка все эти ошибки прекрасно понимает и быстро ухватывает само содержание. Поэтому мы перешли в этот режим общения. В связи с этим, для того, чтобы быть назначенным в состав Международной космической станции, мы сдаем тест на английском языке и должны показать уровень не меньше, чем интермедиа-хай. И также наши зарубежные коллеги сдают экзамен по русскому языку, и они тоже должны быть на соответствующем уровне. Не знаю, как он называется, честно говоря, вот в этих тестах, но это такой же уровень, никак не ниже. По поводу общения на станции. Значит, экипаж Международной космической станции является единым экипажем. Посему мы прекрасно понимаем, что, наверное, находимся в положении экипажа подводной лодки. А это означает, что либо из любого похода либо весь экипаж возвращается на базу, либо никто не возвращается. Поэтому мы должны на борту всегда поддерживать очень хороший морально-психологический климат среди всех членов экипажа. Потому что, особенно если что-то пойдет не так, нештатная ситуация, то нам придется образно прикрывать спины друг друга. То есть очень четко отрабатывать свою роль на станции и, главное, быть уверенным в своих товарищах по экипажу о том, что они тоже делают все, что от них зависит. Поэтому мы стараемся побольше узнать друг о друге во время подготовок, когда тренируемся вместе на базах партнеров и стараемся познакомиться с родными и близкими тоже наших коллег, с женами, детьми, мужьями, если это речь идет о нашей девушке-коллеге, собаками, кошками, для того, чтобы в первую очередь узнать побольше о человеке и понять его любимые мозоли, на которые ни в коем случае нельзя наступать во время повседневной жизни наверху. Это раз. И во-вторых, у нас есть прекрасный документ, называется Кодекс поведения астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции, который впрямую запрещает обсуждать вопросы, связанные с политикой, религией, семейными ценностями и вообще любыми, затрагивать любые темы, которые могут доставить психологический дискомфорт кому-либо из членов экипажа. Поэтому мы очень четко придерживаемся этого правила, но я ни в первом, ни во втором полете не видел никаких отступлений от этого правила, но, собственно говоря, поэтому у нас все было хорошо. Сейчас экипажи летают, также выполняют программу, которая разработана для всех членов экипажа индивидуальной и, соответственно, тоже поддерживают нормальный морально-психологический климат на станции. Спасибо большое. Спасибо в подтверждении лингвистических компетенций космонавтов. Я предлагаю нашим телезрителям посмотреть наши предыдущие телеконференции с участием французских космонавтов, которые прекрасно говорили по-русски. Поэтому вы можете удостовериться, как наши космонавты замечательно владеют языками. Кстати, мы перейдем позже к этому вопросу, потому что был вопрос сколько языков. Вы знаете, можно, в принципе, сейчас сразу, кратко, он был немного шире. Андрей, вот на каком количестве языков вы говорите? Ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что я говорю на английском свободно, но любой язык подразумевает практики, а практики сейчас у меня недостаточно. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что я говорю свободно на английском языке, но русский и английский я знаю точно. Не изъясняется. А моя учительница по английскому языку в Хьюстоне, которая тренировала меня в Хьюстоне, она говорила так, что уровень знания языка должен быть достаточный для того, чтобы вести себя, чувствовать себя свободно в обыкновенной нашей земной жизни. Ну, собственно, мы и стараемся это делать. Абсолютно. Мы будем надеяться, что мы сможем ваши правила применять на Земле так же успешно, касающиеся всех аспектов. Спасибо большое. Я думаю, с учетом того, что нам поступает огромное количество вопросов, я постараюсь их компилировать, чтобы никого не забыть, не обидеть, чтобы мы уложились в отведенное, удобное, комфортное для вас время. Я постараюсь покороче отвечать. Давайте, наверное, буду брать детский вопрос и взрослый. Георгий Гончаров, 10 лет, хочет стать космонавтом, спрашивает, каким образом сейчас, может быть, не сейчас, но можно начать подготовку. И я совмещу его с вопросом Алексея из Парижа, который спрашивает, какими качествами должен обладать космонавт, потому что вопрос комплексный. Тогда сначала вопрос Георгия, каким образом можно подготовиться к этому? Ну, наверное, подготовиться в этом возрасте практически нельзя, потому что готовятся космонавты все-таки, те, кто уже зачислен в отряд космонавтов в качестве, правда, кандидатов в космонавты. И неспосредственно подготовка начинается так. Там уже. А к этому времени нужно уже обладать целым набором компетенций. То есть, как минимум, закончить среднюю школу, получить образование полное, среднее. Нужно закончить институт или университет. Причем уровень полученного образования должен быть не меньше, чем магистр. или специалитет. То есть, например, бакалавр считается недостаточным уровнем образования. Кроме этого, нужно обладать правильными специальностями, а именно на сегодняшний момент, я подчеркиваю, на сегодняшний момент, это либо инженерные специальности, либо летные специальности, либо медицинские специальности, либо, естественно, научные специальности. Гуманитарии, к сожалению, пока работы в космосе не найдут, поэтому журналисты, юристы, экономисты, наверное, не смогут быть зачислены на отряд космонавтов. Правда, есть, конечно, нюанс. Это первое образование человек может получить гуманитарное, а второе образование уже должно быть вот это профильное. Такие прецеденты есть. Костя Борисов, который недавно вернулся с борт Международной космической станции, первое образование имеет гуманитарное, а второе образование техническое закончил Московский авиационный институт по нужной специальности. Так что бывают обходные пути. Это первое. Ну и второе, что действительно можно тренировать в любом возрасте, начинать тренировать, это, безусловно, свое здоровье. То есть человек должен быть физически хорошо развит, потому что при поступлении в отряд космонавтов сдаются и физические тесты, целый набор тестов. Так что это тоже должно быть. Ну а более подробно, чтобы получить более подробную информацию, можно обратиться на сайт госкорпорации «Роскосмос» или Центр подготовки космонавтов. Там озвучено требование к кандидатам в космонавты на сегодняшний день. Замечательно. Спасибо огромное. Я сразу зачитываю комментарий, вопрос, который вытекает из вашего ответа. Луи, к сожалению, не знаю, из какого города Луи, он, может быть, потом в комментариях допишет. Он вас видел с мамой пять лет назад здесь. Тогда Луи было 12 лет. Сегодня ему скоро исполнится уже 18, и Луи планирует поступать в инженерную школу, владеет пятью языками. И кроме инженерного образования, языковых навыков и спортивных, просит дать им какие-то рекомендации, как приблизиться к этой мечте. Но главный, наверное, вопрос, который я хочу зачитать от Луи практически, как вы считаете, где легче будет пройти ему конкурс? Во Франции или в России? Ну, вы знаете, я думаю, что в России, наверное, вот в нынешнем, так сказать, наборе компетенций Луи пройти не получится, потому что российским космонавтом может быть только гражданин Российской Федерации, не имеющим никакого другого гражданства и также не имеющий видов на жительство всевозможных. То есть это должно быть, у человека должно быть, еще раз подчеркну, только российское гражданство. Значит, поэтому, наверное, более правильно ему будет пытаться пройти в отряд астронавтов Европейского космического агентства, потому что там правила, я думаю, наверняка другие и более, которые проще выполнить для Луи. Спасибо, Андрей Иванович. Луи пожелаем удачи. Надеемся, что он сможет найти себя на этом поприще или, возможно, на какой-то околокосмической в научной сфере и как-либо способствовать продвижению наших космических достижений в целом на МКС из любой страны. Так, тогда, как обещала взрослым, вопросом переходим. Здравствуйте, меня зовут Артем, я работаю шеф-поваром в городе Леон. Скажите, пожалуйста, согласились бы вы отправиться с экспедиции на Марс, зная, что полет продлится около 10 месяцев в одну сторону, и как быть с космической радиацией по пути? Спасибо. Ну, вот как раз в этом вопросе и содержится ответ. Наверное, пока не будет решен вопрос с защитой от космической радиации, которая гораздо более, представляет более серьезную угрозу именно в межпланетном пространстве, полет на Марс не состоится, потому что на сегодняшний момент, если полететь вот с той защитой, которая есть сейчас в нашем распоряжении, то до Марса долетят уже не очень здоровые астронавты и космонавты, а на Землю вернутся уже больные, скажем так, потому что тот уровень радиации, который они получат во время в межпланетном пространстве, он будет превышать все допустимые размеры. Поэтому ждем создания защиты от межпланетной радиации. Понятно. Спасибо. Будем надеяться. Вопрос от Тимофея из города Нанси. Какой минимальный возраст, чтобы стать космонавтом? Так, тут детских вопросов. Минимальный возраст, наверное, определяется вот тем набором компетенций, которые я уже перечислил. То есть, если все вот это сложить, закончить школу, закончить институт, поработать там три года, два-три года на месте, по выбранной специальности на рабочем месте, то получится, что раньше, чем там в 28-29 лет, вряд ли можно стать кандидатом в отряд космонавта. А теперь нужно еще не забывать, что от момента отбора в отряд космонавта до выполнения первого космического полета проходит порядка там 6-7 лет. Это минимальный срок, который требуется на подготовку, подчеркну, профессионального космонавта. Поэтому, если все сложим, то получится, что раньше, чем в 35-36 лет, наверное, в космос полететь ну уж никак не получится. Это путь во всю жизнь. Вот много, да, реализуемая мечта. Важный пример. Я позволю себе задать вам вопрос, который пришел из Германии. Я надеюсь, я все корректно произнесу. Видны ли невооруженным глазом галактики М81 и М51? Ни разу не пробовал смотреть на эти объекты в космосе из иллюминатора. На самом деле, Земле в безлунную ночь звезды и галактики видны гораздо лучше любые объекты. По одной простой причине. Значит, мы ведь в космосе смотрим на все объекты через иллюминатор. А иллюминаторы имеют свойство терять свои оптические свойства, свою прозрачность под воздействием микрометеоритной пыли и радиационного излучения. Поэтому, увы, оптические свойства наших иллюминаторов, которые есть в нашем распоряжении, гораздо хуже, чем нам хотелось бы. Поэтому все это лучше смотреть с земли. Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Мне здесь не хватает, к сожалению, научных знаний, чтобы понимать. человеку это будет интересно изучить отдельно. Для специалистов, я думаю, было очень интересно узнать. Если позвольте, детский видео вопрос. У нас есть Алиса Татьяна, которая хотела бы задать вопрос по-французски. Тогда наше коллега из посольства для вас переведет. Сейчас, я думаю, что у нас будет возможность увидеть Алису на экране. Алису можем увидеть или услышать? Так. Видимо, Алису не видим пока. Да, Алису видно. Алису, привет. Ты можешь задать свой вопрос Андрею Борисенко, правильно? А вы смотрите телевизор в космосе? Алису интересует, может быть, вы слышали перевод, Алису интересует, есть ли возможность смотреть телевизор в космосе? Ну, в принципе, телевизор можно смотреть в космосе, но, если сказать честно, это жаль терять время. Поэтому в космосе мы в основном смотрим на Землю через иллюминаторы, на те фантастические картины, которые открываются из обзорного модуля купола у наших американских коллег. Ну, собственно говоря, наверное, все время и уходит. Поэтому не до телевизора совершенно точно. Спасибо большое. Так, вопрос от молодых людей. Никита, 17 лет. у Никиты проект аэрокосмической промышленности в России как символ прогресса. Его интересует, как вы считаете, является ли космос местом сопротивления разных стран? Например, были ли какие-то конфликты с другими космонавтами, в том числе во время вашего второго полета? Ну, как я уже говорил, экипаж на станции является международным экипажем и он единый экипаж. То есть, это означает, что и пространство внутри самой станции является единым пространством, внутри которого мы перемещаемся совершенно свободно. Вот, экипаж является единым экипажем с командиром во главе экипажа, который на ротационной основе является представителем разных стран, которые, собственно говоря, летают на международную космическую станцию. Поэтому здесь все очень просто, мы работаем вместе и выполняем совместную работу. Спасибо. Спасибо, я надеюсь, Никита, первые правила, которые были озвучены, Никита сможет их использовать в проекте и, надеюсь, в принципе, в жизни. Это очень были бы хорошо применимы правила для всех. Вопрос, я предполагаю, что вы знаете, наверное, знакомость Николя Пье, это наш один из главных партнеров именно в области космонавтики. Большой специалист, очень интересуется всеми космическими достижениями, знает иногда больше, чем мы успеваем сами читать. Николя ведет собственный портал космонавтика.ком, я надеюсь, продолжает. Я, к сожалению, не следила вас в последний год за деятельностью Николя. Мы очень рады, что Николя сегодня с нами, Николя прекрасно понимает также по-русски. Я его вопрос на французском я для вас переведу. На станции «Мир» в России продолжала. Россия осуществила полет, который длился 14 месяцев с космонавтом Валерием Поляковым. И Николя интересуется, почему не пытается Россия, или может быть, какая-то другая страна, побить этот рекорд на международной космической станции, и почему вы, не знаю, вам лично, или почему не было попыток совершить полет 18 месяцев, или даже больше. Возможно, есть какие-то ограничения для этого, медицинские и другие. Ну, длительность полета зависит не от наших желаний, а, собственно говоря, от той научной программы, которая разрабатывается на Земле. И, как показывает практика, все-таки наиболее оптимально работать в космосе это от полугода до года. После этого все-таки накапливается усталость и производительность труда космонавтов, ну, или астронавтов, она падает. А с учетом того, что час времени стоит очень дорого, час времени работы космонавта и астронавта очень дорогое удовольствие, поэтому все-таки нужно использовать более оптимально. Более оптимально это, в общем, полет, как правило, не больше, чем год. Это аспект экономический, ну, а теперь медицинский аспект. Действительно, длительные космические полеты влияют на организм не лучшим образом у человека. Они спровоцируют достаточно много разных сложностей именно медицинского плана, поэтому до года совершенно летать безопасно практически для всех космонавтов и астронавтов, здоровье которых соответствует критериям. Вот, больше, чем год, здесь уже могут быть сложности, я думаю, что постепенно мы будем набирать статистику более длительных космических полетов, чем годовые, но я думаю, что торопиться здесь пока человечество не будет, потому что явно необходимости на данном этапе развития нашей науки, наших космических полетов, в общем, нет смысла в этом. Поняла, спасибо, Николя, можно прокомментировать. Ваш вопрос, если Николя потом захочет, он может лично пообщаться, потому что у нас встречи можно посмотреть, а как правило Николя модерирует сам встречи, поскольку мы здесь в данном случае долго ожидали некоторых согласований, то мы не стали рисковать, но очень благодарим Николя за то, что он сегодня с нами. Здесь много вопросов поступает об НЛО и инопланетянах, можно просто кратко как-то, я не буду их все даже компилировать, они все примерно однотипные НЛО и инопланетяне. Да, я понял. Ну что, хочу сказать первое, значит, к моему огромному сожалению, ни в первом, ни во втором полете ни я, ни мои члены экипажа не сталкивались с чем-то таким, что можно было бы хоть как-то интерпретировать как проявление наших братьев и сестер по разуму. Поэтому ничего, ничего этого не было. Так что здесь особо, к сожалению, рассказывать нечего. Единственное, что могу добавить, я воспитан на научной фантастике и уверен, что наши братья и сестра по разуму существуют. Просто мы с ними еще не встретились. Спасибо, спасибо, Андрей Иванович, огромное вам благодарность от Никиты Михалапа, который учится в Международном лицее в городе Сен-Жермен-Ан-Ле. Он помнит ваш визит, вы посещали лицей пять лет назад, получила большое удовольствие от встречи. Так, дальше, прежде чем перейдем детскому вопросу задавайте, Жан-Жак из города Марселя. Есть ли у вас лично и у космонавтов, но в первую очередь лично у вас талисманы, предполетные или послеполетные обычаи и ритуалы? И верят ли в целом космонавты в приметы и вы? Как вы к этому относитесь? Ну, космонавты люди не суеверные, мы просто не любим нарушать традиции. Это то, что касается веры, приметы и всего остального. Конечно, каждый из нас берет на борт во время своей экспедиции какие-то вещи, которые напоминают о Земле. Можно ли их назвать талисманами? Я не знаю. Но вот в первый и во второй полет со мной вместе на борт летал маленький резиновый дракончик. Я 64-го года рождения, год дракона, поэтому я решил, что без дракона в космос ну никак нельзя мне лететь. И он меня сопровождал в экспедиции. Значит, я в первый и второй полет брал также книги карманного формата, книгу нашего российского, советского, затем российского писателя-фантаста Сергея Павлова «Лунная радуга». Это не талисман, но просто я очень обязан этой книге она меня очень сильно поддерживала во время моей всей жизни и особенно движения к нашей профессии, когда возникали сложности. Я, безусловно, с собой брал на борт фотографии родных, близких, свадебную фотографию с моей супругой. Это тоже было со мной. Мне также Наташа во второй полет дала маленькую елочку низкую, 5-сантиметровую, потому что я должен был встречать Новый год на орбите. И маленького рыжего олененка просто как символ нашей семьи. Очень трогательно. Спасибо большое. Я, кстати, подхожу, не знаю, в камеру будет видно. Бережно храню вашу автограф. Наталье огромный привет передаю, который имел возможность получить лично из ваших рук. Наташа, спасибо огромное, что мы тогда все получили удовольствие здесь и удалось также в наших регионах ребята получили возможность пообщаться с вами, потому что сегодня они многие здесь вспоминают об этих встречах. И география сегодня тех, кто к нам присоединился, очень широкая. это и Германия, Франция, все регионы, Лион, Юг, Восток, Нанси, мы видели Лотаринги, это и Алжир. Мы очень рады, что встреча вызывает неизменный интерес, несмотря на то, что мы чуть-чуть за день космонавтики перешли. Так, если возможность есть, мы тогда второй видеовопрос послушаем от школы при посольстве России во Франции Вадим Сорокалетов. Если есть возможность подключить Вадима, видеовопрос Вадима, 11 лет. Вадим, насколько я знаю... Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть несколько вопросов для вас. Мой первый вопрос вот вот восхищаюсь вашей смелостью, вашей отвагой, как вы полетели первый раз и у меня вопрос, какие были ощущения, вот когда вы оторвались от земли, вы понимаете, что вы летите вверх? Это было, это просто была эйфория, это был восторг, это было непередаваемое ощущение, вот потому что я достиг своей профессии, полет в космос это вершина нашей профессии, и когда я понял, что двигатели первой ступени заработали, когда я ощутил вот эту дрожь ракеты, ракета-носителя, услышал гул, я понял, что все, я добрался до своей цели, которая шел долгие-долгие годы, и это была просто эйфория. Спасибо. Мой тоже друг хочет задать вам вопрос. Здравствуйте, еще раз, можно теперь я вам задам вопрос насчет почему вы выбрали именно эту профессию, а не какую-то другую? Ну, наверное, потому что для меня эта профессия была самой лучшей на Земле, потому что мне всегда хотелось заглянуть за горизонт, хотелось решать какие-то задачи глобальные, не только для нашей страны, но и для нашей цивилизации в целом. Ну, и потому что меня всегда манил вот этот таинственный неизвестный мир, мир космоса. Поэтому я во втором классе, когда мне было 9 лет, посмотрел художественный фильм «Укрощение огня», и, собственно говоря, с него начался мой путь в космос. Так там интересно рассказывалось о создателях ракетно-космической техники, и мне очень захотелось быть похожими на них, и жить вот той жизнью, которая была показана на экране. Спасибо. 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 Благодарим. Сегодня школа при посольстве нас смотрит не только в лице Вадима и Георгия, если не ошибаюсь. Благодарим всех ребят, которые подключились, задают вопросы. Вопросов в чате очень много, но я стараюсь выбирать наиболее интересные, остальные компилировать. Один вопрос у нас, отличается ли вид звездного неба из космоса со станции во время выходов от земного и как? Ну, я сразу могу сказать, что выхода в космос, открытый, в открытый космос у меня не было запланировано. Не в первом, не в втором полете, поэтому про это не смогу ничего сказать. Но от того, какая отличается вид звезд из космоса и через иллюминаторы и на земле, я уже сказал, значит, мутность, к сожалению, иллюминаторы становятся со временем мутными от микрометеоритной эрозии и радиации, поэтому я предпочитаю смотреть на звезды на земле в бегомую ночь. Мне это больше нравится. Там есть тематические похожие вопросы, но я сейчас увидела вопрос нашего партнера из Леона, Юлия Сильвестр. Озвучу очень интересный вопрос. На днях Юля смотрела несколько программ по Первому каналу и одна из них особенно впечатлила Юлию, как ваш коллега Амусанбаев спас космического туриста из США. Возможно, случались в вашей практике такие случаи. Не знаю, знаете вы об этом или нет? Насчет того, что спас, ну, честно говоря, для меня это новая информация. Я такого случая не знаю, хотя я работал в тот момент в Центре управления полетами. И, в принципе, все нештатные ситуации я знаю по каждому из полетов. Но вот такой информации у меня нет. Так что вот именно в смысле спасать наверное не приходилось. В конце концов мы на самом деле спасаем в первую очередь. Если уж происходит нештатная ситуация, то мы спасаем, приходится спасать не конкретного человека, а весь экипаж в целом станции. Потому что все нештатные ситуации есть, они развиваются, они несут угрозу жизни и здоровья всем членам экипажа. Безусловно. Безусловно. Спасибо. Так давайте один из каких-то может быть вот юмористический вопрос. Есть ли у космонавта какой-то интересный запоминающийся анекдот, который вы между собой в вашей среде рассказываете, делитесь? Ну, у нас нет такого одного запоминающегося анекдота. Есть некоторые профессиональные анекдоты, но я уж прошу прощения, не буду их рассказывать, потому что они очень уж узкопрофессиональные. Понятно. Спасибо. Так, да, вот замечательный вопрос от француженки Одре Жакоп, которая планирует посетить в июле этого года музей космонавтики в Москве, она будет в России в качестве туриста. Ее интересует, есть ли какие-то другие места, связанные с космосом или космическими исследованиями, которые доступны для туристов? Ну, космодром Байконур. Далеко ехать. Да, далеко ехать, но очень интересно, если приезжает туристическая экскурсия на старт, то это, безусловно, незабываемое впечатление для туристов. А такие экскурсии организуются. Вот, есть экскурсии в Центр подготовки космонавтов в Звездный городок, туда можно попасть, единственный момент, что нельзя туда приехать, постоять в очереди и пойти на экскурсию. Это заранее нужно все организовать, и время от момента того, как начинается организация для конкретной группы до момента реализации этой экскурсии пройдет где-то недели 3-4. Я тогда личный вопрос добавлю, да, к этому. Да, такие же аналогичные экскурсии есть и в Центре управления полетами, и в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», в музей, которая есть на территории корпорации. Но, опять же, хочу подчеркнуть, это система немножко другая, нельзя прийти, условно говоря, к окушку кассы, купить билеты и пойти на эту экскурсию. Ну, соответственно, возможность резервации заранее есть, если для иностранного туриста это реально? Я здесь не готов вот точно сказать, я думаю, что нужно выходить на сайты вот этих организаций и задавать по тем телефонам, звонить и прояснять этот вопрос. А музей Циолковского будет интересен для иностранных туристов, или он слишком узкоспециализирован? Если они интересуются именно жизнью Константина Эдуардовича Циолковского, то да, если все-таки им интересно как бы больше в целом космонавтика, то может быть не очень интересно. Кстати, сам музей в Калуге, музей космонавтики тоже очень интересен, там очень хорошая экспозиция. Замечательно. Спасибо большое. Антон, 11 лет, задает вопрос, сколько нужно времени для восстановления после полета? Для восстановления после полета для полной реабилитации требуется обычно столько же времени, сколько проходил полет. То есть, если неделю летал в космос, то через неделю закончится реабилитация. Если полгода, то полгода придется проходить. Ну, а если год, то год, может быть и больше. Замечательно. А в вашем случае это было, сколько вы восстанавливались? Так же, как я не был исключением из этого общего правила. То есть, вот такая субъективная реабилитация проходит примерно за две недели после полугодового, даже годового полета. Именно, когда субъективно кажется, что все уже нормально. А вот полная реабилитация, так сказать, дополетное состояние, мы приходим только вот после того, как прошло столько время, сколько длился сам космический полет. И сразу могу сказать, к сожалению, не все параметры восстанавливаются сто процентно, кое-что мы теряем безозвратно. Поэтому те, ребята, кто планирует или думает о, скажем так, такой мечте, к которой сложно приблизиться, но, возможно, это станет делом вашей жизни, нужно, безусловно, это учитывать. Да, безусловно. Если для тех, кто хочет стать космонавтом или астронавтом, я точно могу сказать, что перед тем, как принять окончательное решение, нужно все-таки по максимуму ознакомиться со всеми особенностями и издержками нашей профессии и для себя решить, подходит или не подходит. Ну, плюс, я так понимаю, что потом, в любом случае, медкомиссия свои коррективы внесет, если даже в себе кто-то... Да, безусловно, но медкомиссия внесет, но еще раз хочу подчеркнуть, нужно очень четко понимать, что несет в себе наша профессия и в том числе с точки зрения последствий для организма. Ребята, пожалуйста, держите это в уме, когда принимаете решение, поэтому, я знаю, молодые люди интересуются, здесь очень много желающих стать космонавтом, в нашем чате много, мы будто вернулись в ту советскую эпоху, когда дети были с этой мечтой, потом это как-то ушло немного, а сейчас, на самом деле, это очень отрадно узнать. Петр Попов задает вопрос, планируется ли создание новой станции «Мир»? Новой станции «Мир» не планируется, планируется создание, собственно говоря, оно уже началось, создание российской орбитальной станции, нашей национальной орбитальной станции, которая будет летать по другой орбите и, собственно говоря, вот первые реальные шаги уже делаются, станции проектируются, собственно говоря, по плану, там, начиная, по-моему, с 28-го года, мы уже будем выводить блоки на орбиту вокруг Земли. От Елены Клопкиной вопрос. Происходили ли во время полета в ситуации, которые выходили из-под контроля, и как вам удавалось с ними справляться? Ну, из-под контроля у нас никогда эти ситуации не выходят, даже если случаются нештатные ситуации, даже те, которые являются опасными для жизни, здоровья экипажа, такие как разгерметизация, пожар, попадание аммиака в герметичный объем, там возникновение неудаляемых, загрязнение на станции. Мы знаем, что делать в каждой из этой ситуации, безусловно, отрабатываем ее полностью так, чтобы нивелировать, максимально нивелировать ее последствия и для экипажа, и для станции. Благодарю. Так, сын Надежды Фера, Назар, 9 лет, интересуется, какая самая высокая скорость ракеты, которую вы испытали на себе? Ну, мы летаем с первой космической скорости, это 7,9 км в секунду, собственно говоря, быстрее мы не разгоняемся по законам, исходя из законов космической баллистики, здесь нельзя, как на машине, прибавить газу и быстрее доехать. Здесь все определяется именно законами баллистики, но это очень сложная тема, с этим нужно ознакомиться отдельно. Понятно. Благодарю. Кстати, кстати, для желающих хочу порекомендовать такую книгу Левантовский механика космического полета в элементарном изложении. Благодарю. А она в переводах существует, если у нас... Я не знаю, не знаю, на русском языке она есть, на других языках надо смотреть, но это буквально баллистика без формул, там все на пальцах объясняется, разъясняются все эти вопросы. Прекрасно. Спасибо. Будем надеяться, что она доступна, как минимум, на английском, чтобы наши интересующиеся слушатели-франкофоны могли с ней ознакомиться на одном из языков. Какие проблемы присутствуют? К сожалению, нет анонимный вопрос, но это, думаю, достаточно интересный, актуальный. Какие проблемы присутствуют в построении космических ракет, учитывая текущую ситуацию? Ну, знаете, такие проблемы, которые существуют в космосе, космостроение, скажем так, они не зависят от текущей ситуации, не зависят от уровня развития науки и техники и технологии. Собственно говоря, те задачи, которые ставятся сейчас и в рамках российской орбитальной станции, они, понятно, как их решать, и они решаются. Так что, все идет своим чередом. Замечательно. Так, ведутся ли на МКС астрономические исследования? Если да, то как осуществляется компенсация больших угловых скоростей? Да, насколько мне известно, такие исследования ведутся, но больших угловых скоростей на самом деле на МКС и нет, потому что, значит, солнечные батареи отвалятся и радиаторы системы терморегулирования, поэтому там нет такой проблемы, как гашение больших угловых скоростей. Мы просто не разгоняемся, по-другому. Я поняла. Так, детский вопрос. Давайте, наверное, один. Очень сложно выбрать, потому что мы ожидали, что будет много вопросов, но они просто с такой скоростью поступают, что выбрать самое интересное сложно. Давайте вот детский возьмем от Юли. Что вы выбираете, каким образом вы питаетесь, или кто-то для вас планирует ваше питание, и также тут не совсем понятно, но я прочитаю, как есть, но я думаю, мы сейчас его переформулируем, по-русски задан. Из какой, видимо, вопрос в этом заключается, время какой страны берется за то, когда вы вылетаете на МКС, вот какое время, это... По какому времени мы живем на станции? Мы живем на станции, мы живем по Гринвичу. По Гринвичу. Да, что очень удобно, три часа только разница с московским временем, а вот с хьюстонским временем разница шесть часов, что менее удобно для наших коллег. По поводу еды, ну, еду, безусловно, мы просим, скажем так, мы оставляем заявки, у нас есть такая целая процедура, называется, перед полетом, называется апробация еды. Мы вот по специальном чек-листе выставляем оценки по всем тем образцам, которые дают нам на пробу. Теоретически, исходя из этих чек-листов, должна формироваться меню, но формируется она все-таки, безусловно, наши пожелания учитываются, но не в полном объеме, все-таки все зависит и от того, какая еда сейчас в необходимых количествах существует для того, чтобы отправить для очередной экспедиции. Поэтому там попадаются и очень любимые, любимая еда, ну, и иногда попадается та еда, которая совсем не любимая, но мы ее не едим, а просто отправляем сразу же в мусор. Еда, значит, вкусная, в основном это вкусная еда, достаточно разнообразная, но ввиду того, что каждые 16 суток повторяется рацион питания, то, например, на полугодовом отрезке времени, конечно, она приедается и хочется как-то и разнообразить, что, в общем, позволяет еда у наших коллег, мы иногда, нас угощают наши американские коллеги, зарубежные коллеги, не только американские, своей едой, но мы, соответственно, угощаем их своей едой, поэтому достаточно разнообразное получается питание на борту станции. То есть для длительного полета это не проблема? Всегда питание разнообразное, если это длительное пребывание? Нет, это вот, ну, лично для меня не была проблема ни в первом, ни во втором полете. Замечательно. Так, да, давайте возьмем из, вот, очень хороший вопрос, я думаю, можно чуть-чуть расширить, я задам его в той формулировке, какой его задал нам слушатель из Канады. Есть ли на борту какая-то гиростабилизированная платформа, на которой можно было бы установить фотоаппарат для более-менее длительных экспозиций? И мы можем для детской аудитории расширить, как, в принципе, вы ведете съемки? Да, ну, на сегодняшний момент такой платформы нет, у нас есть гирогена, которая, в принципе, стабилизирует станцию и позволяет выполнять безрасходную ориентацию на станции. Но вот такой отдельной платформы пока, насколько мне известно, нет, поэтому съемки подстилающей поверхности мы выполняем вручную, ну, собственно говоря, вроде бы достаточно удачно, потому что фотографии получаются хорошие. Я, насколько понимаю, все проходят специальное обучение. У нас целый курс фото-видеоподготовки, мы сдаем экзамены, на Земле тренируемся, и поэтому у космонавтов достаточно высокая квалификация вот с точки зрения фотографии и видеосъемок. А у вас лично было место, которое вы хотели бы снять? Да, ну, на самом деле на Земле много мест, которые снимать интересно. Я хотел снять свой родной Санкт-Петербург. У меня в втором полете так и не получилось это сделать, хороший кадр, потому что все время Санкт-Петербург либо был закрыт облаками, облачность была, либо мы пролетали достаточно далеко, его просто не было видно через иллюминаторы, поэтому вот лично мне хорошего кадра сделать так и не получилось. Ну, какой-то другой город. Удалось заснять? У нас сейчас экспозиция проходит, прошу прощения, у нас сейчас проходит экспозиция Музея Мирового океана с мечтой о космосе, в которой есть несколько очень удачных снимков, Санкт-Петербурга там, к сожалению, нет, но есть Москва и есть несколько американских городов, поэтому я, те, кто живет в Париже, приглашаю посетить выставку, это очень интересно. Да, безусловно, я фотографировал и российские, и зарубежные города, особенно ночные, старался фотографировать, было очень интересно, их сложно фотографировать, на фотографии получается очень интересно, как и вообще ночной земли. Ну, и безусловно, дневные, в дневном свете я тоже фотографировал, так что, конечно, такие съемки, съемки у меня есть, такие фотографии. Замечательно. Так, Кристина Бернадская на французском задает вопрос, в каком возрасте, мне кажется, мы это озвучили, когда Светлана Викторовна вас представляла, но тем не менее, для Кристины, в каком возрасте вы первый раз полетели в космос? Сколько вам было? Я был зачислен в отряд в 39 лет, а в космос, получается, полетел в 46. Так, замечательно, первый полет в 46 лет. На благодарность вам из разных городов Франции, поступают. Юлия Сильвестр отдельно, я вам перешлю ссылку, прислала нам статью о том, как Мусабаев спас в космосе Дениса Тита, поэтому, если это будет интересно, я поделюсь, то есть, в связи с моим случаем, о котором она задала вопрос. Так, если Нина и Ульяна задают вопросы, есть, работает ли на станции сотовая связь? Сотовая связь, значит, смотрите, рассмотрим физику сотовой связи. Для того, чтобы, вообще сигнал с мобильника достиг сотой, для этого максимальное расстояние по открытой местности должно не превышать 10 километров, насколько я помню. Значит, мы летаем на высоте 400 километров. Вопрос, нужно ли брать с собой мобильники в космос? Будут ли они работать? Конечно, не будут, потому что до ближайшей сотой в самом лучшем случае в течение нескольких секунд расстояние будет 400 километров. 390. 390. Я думаю, тот вопрос, который вам уже многократно задавали и всем вашим коллегам, и у нас были и онлайн-встречи, на которых этот вопрос уже задавался, но тем не менее, задам вопрос вот француженки Флорина Бугабза, ее интересует, каким образом. Дело в том, что мы только что показали, для французов это была премьера фильма «Вызов» у нас в стенах 12 апреля, в День космонавтики. Мы благодарим Наталью Красавиевну, которая помогала осуществлять синхронный перевод на французский, чтобы зрители, не владеющие английским языком, могли также понять фильм. У нас свободных мест в зале не было. К сожалению, показ был эксклюзивный, и мы не сможем его повторить, но после фильма возникли вопросы, поэтому они готовятся начали вам уже с того периода. И француженку Флорина интересует, каким образом актриса фильма «Вызов» Юлия смогла так быстро подготовиться. У нее же не было классической подготовки, о которой вы говорили. Да, безусловно. Я говорил о подготовке для профессионального космонавта, а переселит она не профессиональный космонавт, она участник космического полета, и поэтому объем ее подготовки составлял объем подготовки для космического туриста. Поэтому там во время такой подготовки дается минимум профессиональных навыков, без которых в принципе человека вообще нельзя отпускать в космос, например, таких как как поесть в космосе, как попить, как использовать туалет по назначению, его не сломав при этом, и так далее. Как обслуживать самого себя любимого. Вот этот объем навыков и знаний можно за 3-4 месяца человеку привить. На профессиональную подготовку, конечно, время слишком короткое, и, безусловно, переселить Нишипенко, они никак не являются профессиональными космонавтами. Да, поэтому они были профессиональными деятелями искусства. Собственно говоря, это и была их основная работа, на Земле их и не надо было готовить. Ну, в объеме подготовки космического полета. Так, Яна Флюори задает вам вопрос, вернемся к теме космического питания. Любимое блюдо, какое у вас, и как насчет кофе в космосе? Кофе в космосе есть, вкусное кофе, вот у наших коллег, американских коллег, кофе, кофе Кона, с плантацией кофе в Гавайях. Вот оно оттуда используется, поставляется и получается очень-очень таким вкусным, приличным. Был эксперимент на борт Саманта Кристофоретти, если я правильно помню, доставила даже кофемашину, которая даже там что-то варила на борту, но когда я прилетел на борт станции, попросил эту кофемашину достать и что-нибудь сварить, мне сказали, ну, знаешь, вообще-то она там, ну, в общем, не будем этого делать, я так понял, что она не очень работает, к сожалению. Поэтому вот свежесваренного кофе в космосе я попробовать не смог, а пил вот это, растворимый кофе, который, собственно говоря, является в рационе, содержится в рационе питания. А вообще любимая, ну, не любимая, вкусная вещь, с которой я начинал завтрак, это была овсяная каша с разными наполнителями. На земле я терпеть не могу кашу, это овсяная в космосе, она шла очень хорошо. Мне очень нравился творог с разными наполнителями, там, с вареньем, с орехами, там, с изюмом и так далее. Очень вкусный набор. Кстати, он нравится всем, в том числе нашим зарубежным коллегам, они все очень любят этот творог. Мне очень нравилось у наших коллег мясо в соусе барбекю, как сейчас помню, его название, нарезанное кусочками, оно очень сильно напоминает наш шашлык. К сожалению, наш шашлык пока не добрался до космического рациона, вот у них мясо в барбекю, в соусе барбекю, до их рациона добралось, поэтому периодически, мне тоже оно перепадало, когда я приходил в гости, когда в нашу кашку летал в гости, на совместный ужин, на их сегмент. Потрясающе интересно. Ну и на самом деле, таких других вкусных вкусняшек достаточно много в рационе, я думаю, что подчислять их особо нет смысла. Ну а изменилось космическое питание? Не будем, конечно, брать со времен Гагарин, но за последние десятилетия. Я бы за последние десятилетия, мне, наверное, говорить не очень корректно, потому что я его не успел тогда еще попробовать, старые образцы, но я точно могу сказать, что меню все время становится более разнообразной. Вот даже за время моего, моих космических полетов, значит, во время первого полета, например, ряженка была экспериментальной в качестве меню на борту, а во втором полете она уже была введена в рацион питания. Поэтому ряженка, кефир, молоко появились достаточно недавно, уже в течение последних десяти лет, но и многие другие вещи вводятся по мере того, как мы научимся их делать на Земле, в соответствии с теми требований, которые подъявляются космическому питанию. Замечательно. Андрей Иванович, мы работаем уже почти час двадцать. Я готова задать детский вопрос, есть два научных, а потом вы нас, наверное, скажите, сколько мы еще сможем вас помочь. Давайте с детского вопроса начну, потому что Ирина девять лет просит очень ответить на вопрос, что для вас было самым сложным в подготовке. Самым сложным в подготовке и для меня, и для всех космонавтов это дождаться своего первого космического полета, хотя бы первого космического полета и не сломаться по дороге. И не стать жертвой вот тех 35% тех обстоятельств, которые не позволяют 35% космонавтов, те, кто уже был отобран в отряд космонавтов, прошел весь курс подготовки и даже были назначены в экипаж полететь в космос. То есть 30-35%, примерно 35% ребят, которые отобраны, в космос так и не летят. И не попасть в эти 35%, наверное, самая главная задача профессиональных космонавтов и, наверное, самый большой кошмар попасть туда. А у космонавтов и космонавтов других стран такая же статистика примерно или там проще? Я не знаком с статистикой наших зарубежных коллег, но понимая особенности жизни, мы живем среди людей, мы живем на Земле, у нас не отдельно какое-то пространство. Я понимаю, что, в принципе, все эти нюансы, неожиданности жизни, которые подстерегают нас, наверное, подстерегают их тоже. И я думаю, что у них, может быть, не такие же цифры, но то, что у них точно такие злосчастные проценты есть, я в этом уверен. Понимаю. Очень хорошо. Понимаю. Сегодня, кстати, очень хотел подключиться Жан-Лук Ритьен, у него часовой поезд сейчас не позволяет быть одновременно вместе с нами, но он просил передать всему вашему экипажу, я так понимаю, что он со всеми знаком, насколько я поняла. Огромный привет, низкий поклон, он с удовольствием послушает потом онлайн-встречу, и мы отдельно будем планировать уже общую встречу к конференции по космической дипломатии вместе с МГИМО. Спасибо. Я тоже с удовольствием пользуюсь случаем, передам привет Жану. Жану, привет. Он должен быть в Москве летом, мы надеемся, что ему удастся, у него есть проекты, которые он хотел бы реализовать, поэтому, может быть, будет возможность встретиться очно. Да, два вопроса научных. Виден ли с орбиты эффект зеленого луча? Не знаю, что такое эффект зеленого луча, поэтому не готов. Да, хорошо. И это тот же слушатель задает вопрос, видна ли в бинокль пыль в плеядах? Тоже непонятно. Нет, это понятно. Понятно, я понимаю, о чем идет речь, но сразу могу сказать, ни разу не пытался смотреть. Все. Поняла. И, наверное, самый популярный вопрос за сегодня о космическом туризме. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть, насколько возможно, знаете ли вы лично тех, кто это сделал? Да, я лично знаю тех, кто это делал, потому что во время моего нахождения в отряде периодически с нами вместе готовились и наши туристы, уважаемые. Поэтому я видел туристов, мы с ними общались, пили кофе даже у нас в отряде. Так что сразу могу сказать, космический туризм, безусловно, это очень хорошее явление, которое, я уверен, будет развиваться. Потому что в космос должны летать не только профессиональные космонавты, и не только те, кто летает туда на работу. В космос должны, конечно, летать и просто люди, которые хотят увидеть нашу планету с высоты космического полета. Но нужно понимать, что на сегодняшний момент космический туризм, билет на орбиту это очень-очень дорогое удовольствие. То есть здесь нужны суммы, которые большинству землян, подавляющему большинству землян, невозможно не то, что заработать, даже представить их, наверное, очень сложно, практически, невозможно. Есть, безусловно, и альтернатива вот этому дорогому космическому туризму, орбитальному, когда можно полететь в космос там на недельку, условно говоря. Это суборбитальный туризм. Он, безусловно, более дешевый, гораздо более дешевый, тогда, когда космический корабль с туристами не развивает первую космическую скорость, не выходит на орбиту вокруг Земли, а просто разгоняется до большой высоты и потом по баллистической траектории возвращается на Землю. высоты уже космические, достигают 180, 200, 250 километров даже могут достигнуть, но время нахождения этой капсулы вместе с туристами в условиях невесомости, оно составляет порядка 10-12 минут, всего-навсего. И, соответственно, это же время можно посмотреть на Землю из космоса. Поэтому, можно ли это назвать полноценным космическим туризмом, я не знаю. Ну, я не готов его назвать и сказать, что это космический туризм. Это, скорее всего, вот такая подготовка к космическому туризму. Такое введение. А время подготовки примерно какое для туриста? Я не знаю, потому что у нас в России такой туризм не практикуется на сегодняшний момент. Поэтому, сколько готовят зарубежные коллеги таких туристов, не знаю. Поняла, благодарю. Учащиеся школы при посольстве интересуются, можно ли видеть молнии из космоса? Да, молнии из космоса можно видеть. Это достаточно такое грандиозное бывает зрелище, особенно тогда, когда длина молнии примерно будет составлять сотни километров, иногда, мне кажется, что и тысячи километров. Это очень такое грозное природное явление, и то, что оно грозное, начинаешь понимать, когда смотришь на него именно из космоса. Потому что ты видишь длину этой молнии, видишь, как она пересекает полконтинента, и ты понимаешь, что те силы, природные силы, которые сейчас там существуют, они совершенно невообразимы по мощности. И нам нужно с этим это учитывать и обязательно с этим мириться. А съемку молнии кто-то делал из вашего экипажа, может быть, или это сложно заснять? На фотографии съемку молнии сделать невозможно. Реально. Да, это сделать. Но на видео попадают молнии, да, такие молнии есть, они попадают на видео, и такая грандиозная картина. Очень интересно. И, да, идентичный, вопрос, наверное, похожий от того же плана. Видны ли с МКС звезды одновременно с Солнцем? Одновременно с Солнцем, но Солнце будет засвечивать звезды. На самом деле не очень комфортно смотреть на звезды, когда Солнышко над горизонтом находится. Ну, собственно говоря, так же, как и на Земле. Это тоже неплохо пытаться рассмотреть звезды, хотя иногда некоторые звезды во время заката или восхода видны, хотя Солнышко еще не до конца ушло из поля видимости. Находится низко над горизонтом. Интересно. И, наверное, из основных самых интересных вопросов я озвучу, наверное, один из последних. Они продолжают поступать, но мы, наверное, в завершающую стадию заходим. Ваш любимый фильм о космосе и не о космосе? О космосе. Ну, мой любимый фильм о космосе, это, наверное, знает только наша российская аудитория. Первый фильм это «Земля Косиопе» и «Отроки Вселенной». Это очень старый детский фильм, но мне он очень нравится. Из более новых фильмов взрослых, если можно так выразиться. Кино это «Время первых». Вот это тот самый фильм, который, да, наверное, процентов на 80 он показывает те события, которые либо были в космосе, либо в нашей профессии, либо, может быть, их не было, но то, что показано, если бы они были, они были бы вот именно такими, какими показаны в фильме. И только 80, и только 20% это такая фантазия создателей фильма, наверное, чтобы интересно было бы съемки. вести. Все остальные фильмы за последние годы как раз имеют пропорцию наоборот. Наверное, это 20% того, что есть, да, реальности, а все остальное иногда неуемная фантазия создателей фильма. но тем не менее они вызывают интерес к отрасли. Я думаю, что это да, это, ну, надо сказать, что, наверное, все профессионалы не любят критично относиться к фильмам о своей собственной профессии, к чего бы это ни касалось, космонавтов, полицейских, следователей, врачей, инженеров, в общем, всем нам, когда мы смотрим с профессиональной точки зрения, многие вещи царапают глаз, но это неизбежно. И последний вопрос просят еще раз ребята, если вы им позволите, Вадим Саракалетов с другом, если можно, мы тогда, наверное, завершим детским вопросом, и потом, если возможно, зритель просил также фильм не о космосе, если у вас есть любимый ваш фильм не о космосе. Любимый фильм не о космосе, вы знаете, я очень много люблю фильмов, наверное, если вот так всех перечислять, но наименование 50, если не больше, найдется, именно не о космосе, вот, но опять же, они все-таки хорошо, наверное, известны нашей российской аудитории, потому что, ну, я не знаю, вряд ли кто-то из, не из нашей, не из наших граждан там смотрел Иронию Судьбы, я не знаю. Многие французы знают, она переведена на французский, знают, знают, у нас и наши коллеги на Бронли, мы показываем как классику, так и современные фильмы, время первых знают все, у нас показывали в двух центрах, поэтому. Хорошо, я сейчас говорю именно не о космосе, например, вчера, не далее, как вчера, шел изумительный фильм, мне он очень нравится, ищите женщину. Тут не думаю, я предполагаю, что он есть в переводе, но он не так часто, мы о нем вспоминаем, но это действительно наша прекрасная классика. тогда мы отдаем право последнего вопроса Вадиму и Георгию. Пожалуйста. Ребята, вас не нравится. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята, еще раз. Вот у меня еще один вопрос. Можете, если вы можете уточнить, какой вы университет заканчивали по инженерии? Я заканчивал Балтийский государственный технический университет ВМЕХ в Санкт-Петербург. Когда я в нем учился, это был Ленинградский механический институт. И моя специальность динамика полета управления, то есть я по образованию инженера кетчика. Да. А можно теперь я задам вопрос? Еще раз здравствуйте. А вот как влияет ваши технические способности на вот эту всю работу? Дело в том, что профессия космонавта базируется на тех самых знаниях и инженерной подготовке, которую мы получаем в УЗИ, и о знаниях, которые мы получаем, начиная со школы. Безусловно, для того, чтобы уметь летать в космос, для того, чтобы уметь эксплуатировать космическую технику, нужно как минимум знать физику, физические законы, на базе которых она создается и она работает. Ну, а инженерная подготовка, она как раз и дает возможность управлять этой техникой, выполнять ремонтно-восстановительные работы, использовать правильные режимы, ну, в общем, летать в космос. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Здоровья, смелости и отваги, и, конечно, мужества. Спасибо, спасибо, ребята. Я вам хочу пожелать того же самого и еще много-много удачи, чтобы вы бы выбрали себе цель жизни, свою профессию. Обязательно доберетесь. Спасибо. Андрей Иванович, спасибо огромное. зрители, нас все очень благодарят. Мы отдельно за ваше время нашли возможность пообщаться с нами и всеми нашими франкофонными зрителями. Отдельной благодарности поступают и за Алжиры и Канады, которые смогли благодаря Наталье слушать комфортно конференцию на французском языке. И я передаю слово Светлане Викторовне для завершения. Спасибо вам большое. От имени коллектива Русского Дома науки и культуры в Париже наших партнеров, благодарных поклонников Андрея Ивановича Борисенко желаем крепкого здоровья, неиссякаемой космической энергии, стремительных взлетов, нужных стартов, новых горизонтов и долгожданных очных встреч в Париже и других французских городах. Спасибо огромное. Спасибо, Светлана Викторовна. Я надеюсь, что обязательно придет время и будут очные встречи. Это точно. Спасибо для наших зрителей, кто не смог подключиться сегодня. Видеозапись этой встречи на двух языках будет выложена в ближайшее время на нашем YouTube-канале. Вы сможете посмотреть и увидеть, услышать ответы на интересующие вас вопросы. Спасибо огромное. Андрей Иванович, низкий вам поклон. В первую очередь, здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok